Друзья, добрый день! На связи Максим Петров. В начале ролика хотелось бы сделать объявление. Мы все видим, какие сложности наблюдаются на стороне Ютуба. Не хотелось бы потерять контакт лично с вами. Меня иногда обвиняют в том, что ролики, которые выходят для того, чтобы отреагировать на какое-то экстраординарное событие, они приходят с задержкой. Чтобы этого не было, у нас создан телеграм-канал, на котором я оперативно реагирую на поступающие события, даю свои комментарии, некие такие лайфхаки, каким образом я сам в текущей ситуации действую. Сегодня мы поговорим о том, куда же все-таки инвестировать на основе моего собственного примера, когда у меня возникло огромное желание после падения рынка на 50% вложиться в российский фондовый рынок. Почему я этого не сделал? К чему это привело? И что бы было сейчас лично у меня в инвестиционном портфеле, если бы я тогда не испугался и какие бы результаты у меня непосредственно были? Люди говорят о том, что нет смысла сейчас покупать акции, сейчас такие какие-то панические настроения, рынок скорректировался, высокие процентные ставки, ожидание достаточно высокой инфляции в стране. Я хотел бы привести некий такой пример, который лично я прожил. Август 2008 года у нас наложилось два события. Мы сейчас смотрим на российский рынок долговой, и мы смотрим на российский рынок акций, что происходило в этот промежуток времени. В 2007 году произошел кризис глобальный в Соединенных Штатах Америки, обанкротился один из крупнейших банков, Lehman Brothers. Все мы эту историю знаем, снято очень много фильмов, много научных трудов по этому поводу написано. Банки начали терпеть очень серьезные проблемы с тем, что они нарушали риск-менеджменты, параметры, выдавали кредиты тем, кто не мог эти кредиты обслуживать, и в финансовой системе образовалась очень большая брешь. Проблемы в финансовой системе Америки, кризис в экономике Соединенных Штатов Америки, рост уровня безработицы, падение цен на недвижимость. Если крупнейшая экономика потребления сжимается, схлопывается, и потребители этой экономики чувствуют себя некомфортно, падает производство. Если падает производство, снижаются цены на сырьевые товары. Произошло очень резкое падение цен на нефть. Россия в этот промежуток времени, если мы говорим про фондовый рынок, который на тот момент состоял на 80% из сырьевых компаний, он, соответственно, отреагировал на это. Цены на нефть снижаются, но не только на нефть, на все сырье, на металлы, на промышленные металлы. Если снижаются мировые цены, на твой производимый товар, инвесторы ожидают, что ты прибыль не заработаешь. Когда возникает вопрос, зачем тебе находиться в акции компаний, которые производят сырьевые товары, да, они не заработают, и их начинают продавать. К августу 2008 года капитализация российского рынка ценных бумаг упала в два раза. Плюс, опять-таки, конфликт между, назовем это так, Россией и Грузией, да, когда и мировое сообщество на это определенным образом отреагировало, ну, то есть еще наложились внутри экономические, то есть не глобальные какие-то факторы, а внутри экономические факторы. И поэтому как раз-таки в августе 2008 года падение вот как раз-таки составило порядка 50 процентов. Что происходило лично со мной в этот самый момент? А я уже три года работал в инвестиционной компании, я видел, как растут акции российских компаний, сколько на этом зарабатывают другие инвесторы, и при этом я являюсь, по сути, обычным инвестиционным консультантом, который помогает людям сформировать инвестиционный портфель, продавая им паевые инвестиционные фонды, да, то есть не занимаясь покупкой отдельно взятых акций. В этот момент лично я загораюсь такой большой интересной идеей купить акции Сбербанка. Цена акций Сбербанка составляет 50-55 рублей. Для понимания, в начале года акции Сбербанка стоили 100 рублей. Что значит падение на 50 процентов? Если вы выкупаете это падение, начинаете в этот период инвестировать, и акции Сбербанка снова вырастает до 100 рублей, вы зарабатываете 100 процентов. Пускай в течение там полутора-двух лет произойдет восстановление, таким образом я на вложенный капитал получу без учета дивидендов, которые выплачиваются, по акциям. Просто за счет изменения цены акций я получу там в два раза больше. То есть я заработаю еще 50 рублей. Говорить, что у меня в этот период было большое количество денег, наверное, не приходится. Я жил классической жизнью, хорошо зарабатываю, хорошо трачу. И поэтому я прихожу просто к маме, говорю, мам, слушай, давай вот возьмем обычный потребительский кредит под залог квартиры, мы купим акции Сбербанка по 50 рублей. Мы там возьмем 2 миллиона рублей, у нас там через полтора-два года будет 4 миллиона. Мои коллеги по инвестиционной компании, которые торговали отдельно акциями, говорили, мы бы тебе не советовали сейчас этим заниматься, потому что достаточно рискованно. В октябре 2008 года я перевожусь из Казани в Воронеж и падение усиливается. То есть акции Сбербанка падают где-то до 30 рублей, а к январю 2009 года снижение акций составляет до 15 рублей. То есть я говорил, слава богу, что я не купил. Но при этом опять-таки в 2009 году я встречался с крупными застройщиками на тот момент, которые очень плотно работали со Сбербанком. Я говорил, вот смотрите, сейчас акция Сбербанка стоит 15-17 рублей. Стоимость чистых активов на одну акцию приходится 35 рублей. Предположим, покупаем Сбербанк, у нас есть достаточно денег, распродаем все, что ему принадлежит по текущей стоимости, погашаем все обязательства. На одну акцию приходится 35 рублей, а акция стоит 15 рублей. То есть вы понимаете, какой разрыв в настоящий момент? Компания торгуется там одну треть от своей балансовой стоимости. Давайте купим. Партнер человека, с которым я общаюсь, он говорит, вот у меня есть 300 тысяч долларов. Вот когда у вас будет гарантия, что он там ниже определенной цены не пойдет, тогда приходите, я куплю. 300 тысяч долларов, это было порядка 12 миллионов рублей, сумма на которую он мог купить. После этого мы встречались еще три раза, раз в квартал, уже на вторую встречу акция Сбербанка стоила в районе 35, на что он сказал, слушай, ну это временное явление, ну по 15 не купили, какой смысл сейчас по 35 покупать? Следующая встреча через квартал была. Акции Сбербанка стоили уже 55-60 рублей, на что человек сказал, ну, наверное, поздно. И последняя встреча, когда мы встречались, акция Сбербанка стоила порядка 100 рублей, он сказал, я не хочу больше встречаться, потому что каждая встреча с тобой напоминает мне, какой я дурак, да, то есть получается, я там в течение 18 месяцев мог увеличить свой собственный капитал более чем в 3-4 раза. Когда я формирую портфель с своим собственным детям, я всегда помню эту историю. Хочу призвать вас пригласить на бесплатный мастер-класс, на котором я для своих детей формирую инвестиционный портфель из акций российских компаний с целью долгосрочно заработать капитал в 1 миллион долларов. Как я это делаю? Что я для этого использую? На каких принципах имеет смысл формировать этот портфель? Или, может быть, вообще упростить себе задачу просто присоединиться к моим действиям? На короткий горизонт планирования, срок инвестиций до 1 года, конечно же, можно говорить, что сейчас банковские депозиты представляют отличный инструмент сохранения денежных средств. Ну, вопрос отличный, хороший, удовлетворительный. Как определить? Удовлетворительный инструмент — это инструмент, который не справляется с функцией компенсации инфляции, но при этом это гораздо лучше, чем просто ваши денежные средства обесцениваются. Объясню. Если инфляция составляет, например, 10% в год, а банковский депозит несет 8% в год, то в этом случае, так как это банковский депозит, так как это достигается краткосрочной цели, у вас отрицательная доходность реальная составляет минус 2%. Минус 2% от капитала на горизонте в один год — это не смертельно. Как правило, вот эти вот потери в реальной доходности, отрицательная доходность по сравнению с инфляцией, она может быть компенсирована вашим собственным активным доходом. Например, у вас капитал миллион рублей, инфляция 10%, доходность банковского депозита 8%. То получается, через 12 месяцев вы можете купить товар на 980 тысяч рублей. То есть 20 тысяч рублей негативный эффект от инфляции вы можете компенсировать своим собственным каким-то активным доходом. Вы можете элементарно доложить. То есть, вам нужно совершить какую-то крупную покупку, и вы на нее копите, и вы собираетесь ее купить в течение одного-двух лет. Получается удовлетворительная доходность банковского депозита тогда, когда он, ну, до 3% хуже, чем инфляция. Хорошая доходность банковского депозита, когда доходность банковского депозита равна инфляции. Может быть, преодолевает ее на 2-3%. В нашем случае, если инфляция 10%, в случае, если у вас доходность банковского депозита составляет от 10% до 12%, это хорошая доходность банковского депозита. То есть, вы защищены от инфляции и сверху получаете, может быть, в лучшем случае, какой-то небольшой доход. Отличная доходность банковского депозита все, что выше. То есть, если реальная доходность банковского депозита превышает инфляцию более чем на 2 раза, это отличная доходность. Когда банковские депозиты обладают отличной доходностью, их имеет смысл использовать для достижения краткосрочных и среднесрочных целей, там до 3-5 лет. Сейчас, в текущий момент, сложилась такая ситуация, что у нас центральный банк борется с инфляцией, повышая процентную ставку, за процентной ставкой подтягивается доходность банковских депозитов, а процентная ставка центрального банка в 2 практически раза выше, чем инфляция. Поэтому сейчас депозиты интересны. Но что здесь нужно учитывать? Центральный банк может очень резко снизить ставку кредитования. Мы это наблюдали в 2014 году, в 2022 году. Можно краткосрочно резко поднять процентную ставку и потом точно так же резко опустить. Это значит, что если центральный банк очень резко снизит процентную ставку, например, с 18%, там до 12%, 11%, вы должны понимать, что доходность банковских депозитов в этом случае упадет ниже ставки рефинансирования. То есть, если сейчас доходность примерно равна ставке ключевой, то при резком снижении банки будут предлагать более низкую доходность. Когда это произойдет, никто не знает. Это может произойти через полгода, это может произойти через год. Если вы открыли депозит с доходностью 18%, ничего не произойдет. Но когда вы будете переоткрывать, вы должны понимать, что у вас не будет альтернатив. То есть, что это значит? Например, через полтора года ставки снижаются с 18% до 10%. Хорошо, если получите удовлетворительный инструмент, который будет не намного меньше, чем инфляция. Но возвращаясь к вопросу августа 2008 года, когда у меня было желание купить Сбербанк по 55 рублей. Если бы тогда по 50-55 рублей на 2 миллиона рублей были бы куплены акции Сбербанка, и дивиденды регулярно реинвестировались в акции этого же самого банка, то в настоящий момент оценочная стоимость со всеми кризисами 2014 года, 2020 года, 2022 года, повышением процентной ставки составила бы 17 миллионов 684 тысячи рублей. Дивиденды, которые выплатил банк по итогам 2023 года составили бы 1 миллион 750 тысяч рублей. То есть, я вложил 2 миллиона рублей в акции, и в этом году, по итогам 2023 года, только дивидендов было бы получено на 1 миллион 750 тысяч рублей. Что мы наблюдаем в текущий момент? По-прежнему интересны и привлекательны доходности банковских депозитов, и почему именно сейчас я записываю данное видео. И я вижу, что очень многие люди не смотрят на недвижимость, на какие-то другие альтернативы, но задумывайтесь над тем, что сейчас все равно на долгосрочный период времени можно покупать. И никто не может сказать, что мы ниже не пойдем, потому что, опять-таки, будущего никто не знает. Но в инвестициях важен актив, которым вы владеете, важен денежный поток, который этот актив обеспечивает, чтобы вы получали денежный поток не за счет своего активного дохода, а за счет пассивного дохода в форме дивидендов. При этом привлекательность российского рынка акций, помимо всего прочего, у нас очень сильно растет денежная масса. У нас очень большой объем средств находится на банковских депозитах. Банковские депозиты несут достаточно высокую доходность в настоящий момент, и эта доходность, она все равно выльется в куда-то. Она все равно выльется в некие проинфляционные инструменты. При этом акции российских компаний еще никак на это не отреагировали. Хотя исторически можно увидеть, что акции всегда стерилизуют инфляционные риски в долгосрочном периоде, и как минимум на уровень инфляции они всегда растут. В текущий момент доходность акций с учетом инфляции на следующие 10 лет составляет порядка 18%. Какой еще инструмент вам может обеспечить такую доходность? Можем ли упасть еще? Я думаю, что мы можем еще упасть. Но не иметь сейчас в портфеле инвестиционных инструментов в форме акций сейчас очень большая глупость. Я говорю о том, что используйте эффект штанги, используйте компенсационные механизмы. Если вдруг произойдет ситуация, связанная с тем, что центральный банк все-таки снижит процентную ставку, то у вас в этот промежуток времени должны быть активы, которые будут обеспечить вам отличную доходность, превышающую инфляцию. Исторически такими инструментами всегда являлись акции. У меня же на этом сегодня все. На связи был Максим Петров. Пока-пока и удачи!